9 мая имеет большое значение для украинской истории. Несмотря на то, что этот день ассоциируется исключительно с российским победобесием и советским праздником победы в так называемой Великой Отечественной войне, задолго до этих событий 9 мая было определено как праздник армии Украинской Народной Республики. Это связано с тем, что первым днем работы Украинского военного генерального комитета стало именно 9 мая 1917 года. Позже эта организация переросла в военное министерство и генеральный штаб Украинской Народной Республики. Именно под ее руководством была создана армия УНР. Но важной датой в украинской государственности 9 мая стало только в 1920. 9 мая 1920 года в освобожденном от московско-большевистских войск Киеве прошел совместный парад победы войска польского и армии УНР. Двумя днями ранее московитов удалось выбить из столицы Украины. В этом году 9 мая – великая, круглая дата, 100 лет этим славным событиям. Несмотря на свою важность, эта страница украинской истории по разным причинам пока не занимает значительного места в коллективной памяти украинцев и для многих остается малоизвестной. Но это необходимо обязательно исправлять. Юзеф Пилсудский, который возглавил Польшу в 1918 году, считал Россию главной угрозой и геополитическим конкурентом Варшавы. По его мнению, только раздробление России по национальным признакам обезопасило бы Польшу от российской угрозы. Украинскому вопросу здесь отводилась главная роль. Политики и публицисты, которые были сторонниками этой концепции, подчеркивали, что независимая Украина взяла на себя главную тяжесть противостояния российскому империализму. Появление независимой Украины они считали приоритетом польской восточной политики, и эта цель, по их мнению, стоила определенных уступок украинцам. В то время, как Польша воевала только на востоке, Украина вела борьбу практически по всему своему периметру – с поляками, большевиками и с белыми. Симон Петлюра понимал, что необходимо с кем-то заключить союз. Понимая, что с Польшей в Украине только территориальный конфликт, а с Россией борьба за само существование украинского государства, главным врагом Украины он справедливо считал Россию. Единственным союзником могла стать Польша. Не стоит забывать, что кроме Польши, УНР и большевиков, в 1919 году на территории Украины был еще один игрок – добровольческая армия генерала Антона Деникина, которую поддерживала Антанта. В июле белые начали наступление на Москву. Премьер Польши Игнаций Подеревский сообщал Варшаву, что в Париже в это время царил большой подъем в связи с надеждами на победу Деникина. В такой ситуации поддержка УНР была бы враждебным шагом относительно добровольческой армии и подвергла бы Польшу конфликту со странами Антанты. Как вспоминал польский генерал Тадео Шкутшеба, чтобы помочь украинской армии, Юзеф Пилсудский должен был сначала дождаться окончательного поражения белых. В декабре 1919 года наступление добровольческой армии было отбито большевиками, и положение УНР усугублялось еще стремительнее. С начала декабря украинская армия начала первый зимний поход, перейдя таким образом к партизанской борьбе. Перед украинским руководством встала дилемма – заключить договор с Польшей или окончательно прекратить борьбу за независимость. Симон Петлюра выбрал первое. 21 апреля 1920 года между Польской республикой и ОНР был подписан договор. Вопреки распространенному названию Пакт Пилсудского-Петлюры, подписантами на самом деле были с украинской стороны министр иностранных дел Андрей Левицкий, с польской заместитель министра Ян Домский. А уже 25 апреля 1920 началось украинско-польское наступление. Юзеф Пилсудский выпустил воззвание к украинскому народу, в котором отмечал, что польские войска помогают освободить Украину от большевиков и не задержатся надолго на украинской территории. То же объяснялось в инструкциях для военного командования. Наступление было очень стремительным. Уже 6 мая украинско-польские войска заняли Киев, а 9 мая 1920 года по Крещатику прошел торжественный парад украинских и польских войск. Киев Идеятель Бунда, всеобщего еврейского рабочего союза Давид Заславский, украинская и польская общественность Киева была рада освобождению от большевиков. На груди у многих киевлян появились бело-красные польские и сине-желтые украинские банты. Поляки и украинцы чувствовали себя именинниками. Россияне в значительной степени косились с недоверием, переживали внутреннюю обиду даже те, кто был рад побегу советской власти. По поведению польской администрации Давид Заславский делал вывод, что поляки были абсолютно искренне заинтересованы в образовании сильной украинской власти и делали все, чтобы этому способствовать как в практической, так и в символической плоскости. Однако, польская поддержка украинской независимости на самом деле оказалась несколько половинчатой. Не способствовала успеху и международная конъюнктура. 12 октября было подписано соглашение о перемирии, а 18 марта 1921 года подписан окончательный текст мирного договора, за которым закрепилось название Рижского от места заключения. Делегация УНР не была допущена к переговорам. Зато с советской стороны, кроме делегации РСФСР, присутствовала делегация УССР, искусственно созданной промосковской псевдореспублики со столицей в Харькове. В составе польской делегации доминировали национал-демократы, которые с нескрываемой враждебностью относились к украинским планам Юзефа Пилсудского и с легкостью признали полномочия УССР, забыв об УНР. Это удивило даже руководителя советской делегации Адольфа Йоффе. По сути, судьба Украины была решена Москвой и Варшавой без участия Киева. Но, несмотря на все это, следует признать, что Польша оказалась единственным государством, которое в 1920 году было заинтересовано в независимой Украине и предоставило военную помощь. УНР просуществовало почти четыре года. Это было полное событие время короткого ренессанса украинского государства, которое восстановило свою независимость уже в 1991-м и продолжает ее отстаивать и сейчас. Украинцы имеют свою историю и свои праздники. В противовес российскому победобесию украинцы имеют свое буквальное 9 мая. Исторический первый парад победы 9 мая 1920 года. И в этот же день праздник армии Украинской Народной Республики. 9 мая 2020 года исполняется 100 лет освобождению Киева от московско-большевистских оккупантов. Помним об этом и усваиваем уроки истории. С праздником, друзья! Слава Украине! Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Patreon. Всем добра и здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok